В предыдущем уроке мы с вами научились выделять поток данных, с которым хотели бы, чтобы работало наше с вами децентрализованное приложение и наш с вами экземпляр АИРы. Теперь давайте двинемся дальше и добавим новые условия фильтрации, в котором мы будем фильтровать источники данных в потоке. Почему это интересно, зачем это нужно делать? Смотрите еще раз, то, что мы с вами выделили поток данных из общего в арбономике, не означает, что туда не может абсолютно любой источник данных, либо любое децентрализованное приложение отправить сигнал и получить данные. Для того, чтобы им это сделать, им нужно только знать хэш модели поведения или данного уникального идентификатора, о которых мы говорили в предыдущем уроке. Так вот, теперь в данном уроке мы будем с вами учить децентрализованное приложение фильтровать источники данных. А в следующем уроке уже научим экземпляры АИРы фильтровать источники задач, то есть определять, от каких адресов мы будем с вами получать задачи на то, чтобы собрать данные. Но вернемся к децентрализованному приложению и посмотрим, как можно отфильтровать источники данных. Сейчас у меня открыт интерфейс децентрализованного приложения. Давайте посмотрим на ту часть, которую я выделил. Здесь мы видим, что я нахожусь в SiteChain. Это наш канал обмена сообщениями в IPFS PopsApp. Ниже у нас выводится уже смененная модель поведения робота в арбономике или по-другому наш с вами уникальный поток данных. И сейчас мы сделаем несколько изменений в децентрализованном приложении, после чего у нас появится еще один атрибут, по которому можно будет понять, что мы с вами начали фильтровать источники. Чтобы это сделать, нам с вами нужно будет только вернуться на сайт GitHub, перейти здесь в репозиторий Arbonomics Winter School 2018, который находится уже в виде форка в вашем аккаунте в директорию Fujiweather.dub. И здесь, помните, мы с вами редактировали файлик модель и добавили, вот видите, в моем случае модель, которая выводится здесь, с которой мы с вами в прошлом уроке поработали. Вот довольно-таки близко по действиям, которые нужно будет сделать, мы с вами сейчас внесем изменения в список агентов или другим с вами источников информации. Вот он у нас с вами здесь, agent.txt. Но перед тем, как мы внесем изменения, я хочу обратить ваше внимание на следующее. До этого в основном мы работали с вами с хэшами данных, загруженных в IPFS. Сейчас мы с вами будем добавлять адрес вашего экземпляра AIRA в Ethereum, то есть External Owned Account вашей AIRA. И постарайтесь не путать между IPFS-ным идентификатором и Ethereum-адресом. Ну, помните, наверное, самый первый, точнее, нулевой урок с установкой. Помните, мы с вами разбирали приветственный экран, который идет после ASCII-картинки. Вот здесь вот у нас выводится с вами адрес AIRA, в моем случае это C292A, а ниже идет IPNS. Так вот, идентификатором, который будет использоваться фильтрацией, будет являться именно Ethereum-адрес. Почему? Ну, потому что именно Ethereum-адресом мы подписываем наши сообщения, и, в принципе, основным идентификатором будет являться Ethereum-адрес, если касаться обмена сообщениями по протоколу Рубономики. И, соответственно, мы по нему фильтруем сообщения, стараемся фильтровать сообщения в целом. Давайте скопируем его. Также можно посмотреть, вот я здесь могу вам подсказать команду, вы можете посмотреть, помните, как в четвертом уроке предыдущей части мы с вами проверяли, что AIRA перешла в сайдчейн. Мы вызывали функцию ROSService call as current block. Так вот, есть еще команда ROSService call as accounts. Вот если вы ее вызовете, она вам, в принципе, выдаст то же самое. Давайте, возможно, для примера будет тоже сделать. Это сейчас я сделаю еще одно соединение с AIRA. Не хочу останавливать запущенный узел рабочей AIRA. Сейчас я подключусь и выполню эту команду. Как можете увидеть, мне выдало ту же самую информацию. Соответственно, мы копируем этот адрес, возвращаемся на GitHub и редактируем прямо на GitHub список агентов, то есть, Agents.txt. Обратите внимание, что сейчас это пустой файлик. И пока он пустой, ваше децентрализованное приложение будет выводить данные абсолютно от любых источников, которые используют как уникальный идентификатор тот же самый IPFS hash, который указан в model.txt. Как только вы внесете первую запись, давайте внесем ее, добавим. Как только вы внесете эту запись, давайте посмотрим так, ваше децентрализованное приложение начнет фильтровать источники данных. Давайте посмотрим, как это на интерфейсе будет выглядеть. Вот. Помните, в самом начале урока мы с вами прошлись, было две строчки, появилась еще одна строчка, в которой написано Agents и указан один агент. Соответственно, значит, что децентрализованное приложение на GHA Pages поймало изменения, и можно теперь отправить запрос с приложения и посмотреть, что придут результаты. На что хотел бы еще обратить внимание. Специально для прохождения этого урока я попросил Сашу Старостно запустить, переключить свой экземпляр АИРы на работу с моделью или потоком данных моим, которые вот здесь вот я сейчас выделяю. И, соответственно, как видите, его адрес АИРы я не добавил в список, и сейчас мы видим, что пришло сообщение от одной АИРы, АИРы оканчивается хэш данных TGLF. Давайте посмотрим, что у нас с вами здесь. TGLF. Значит, мой экземпляр АИРы отправил результат, и, соответственно, ДАПП его увидел и пытается сейчас данные эти подтянуть из IPFS. Дождаться мы не будем, помните, иногда это занимает какое-то время, но нам с вами важно проверить, идет ли фильтрация или нет. Для того, чтобы посмотреть о действительности Сашин экземпляр АИРы тоже слушает этот канал, но в этот раз мы не вывели его результаты, давайте добавим адрес экземпляра АИРы Саши Старостно, я добавлю его, и посмотрим, что на следующий запрос мы увидим результаты от двух экземпляров. Для этого я сохранил себе этот адрес, возвращаюсь в репозиторий, открываю для редактирования файлик, и добавляю на новую строчку. Ничего не нужно, ни запятых, двоеточие, просто с новой строчки пишем еще один адрес, добавляем какой-нибудь комментарий, добавляем коммит, сохранился, файлик еще, здесь надо подождать немножко, это вот, если вы сейчас смотрите, как я делаю, то есть выбрав показать в сыром виде, здесь данные старые выводились. Вот нам нужно с вами, чтобы ДАПП увидела двух агентов, нам нужно дождаться, пока ghpages подхватят изменения, внесенные в последнем коммите. Поэтому это может тоже занять некоторое время. Ну, давайте подождем. Ну, вот и дождался. Вот у нас отразились оба адреса. Давайте посмотрим здесь в ДАПП. Тоже мы видим, что циферка 2. А теперь хабанная дрожь. И давайте подпишем сообщение. И вот, как вы видите, у нас снова появилось теперь 2 источника данных. Посмотрим, какой хэш у моей аиры выдался. BFP. Вот моя аира. А вот получается аира Саши Старс. На АВ. Правильно? Саша кивает правильно. Ну все, вот так мы с вами научились. с вами только что фильтровать источники данных в децентрализованном провожении. По-моему, довольно просто. Можно пробовать. Если что, пишите вопросы. Ну, а в следующем уроке мы с вами будем учить Аиру фильтровать к ней обращения, чтобы она не каждому плебею отвечала на его запросы.